Так, друзья мои, всем привет! Сегодня у нас очередной день на этой стройке. Немножко про штукатурку, которую мы делали на прошлой неделе. То есть, уже получается, данная штукатурка от штукатурки была 4 дня назад. Это 3 дня назад. Здесь у нас полос, здесь у нас бергалов. Обратите внимание, обе штукатурки, они высохли. Ну, это уже капитально высохло, это уже практически высохло. Сегодня мы оставим их в покое, будут они нас сохнуть. Потому что сегодня мы приступим к возведению перегородок из гипсокартона. Но для начала нам нужно определить, где у нас в полу проходит труба отопления. Это мы будем делать с помощью пирометра. Также мы взяли баллончик с краской, для того, чтобы отметить трассу. И чтобы вот эта отметка у нас продержалась до конца ремонта. И чтобы никто из нас случайным образом не пробил трассу в полу. Поэтому сейчас у нас задача какая? Первоначально разделать разметку трассы отопления. И потом уже приступить к монтажу каркаса. Вот. То есть, сегодня мы будем заниматься уже возведением перегородок из гипсокартона. Вот такие вот планы на эту неделю. Поэтому сегодня в этом ролике я вам буду рассказывать свои хитрости, наработки, которые были приобретены мной в процессе всего, можно сказать, своей деятельности. Работаем. Итак, хотел сделать небольшой эксперимент по проверке на прочность стукатурки фирмы Боварс и штукатурки фирмы Бергауф. Давайте, Бергауф. Берем ножик канцелярский и делаем царапину. Штукатурка царапается. Но это, в принципе, и должно было произойти, потому что она все-таки тоже подвержена деформации. Но уже, как мы видим, что она набрала прочность. И поэтому сейчас мы можем уже приступить к укладке плитки на данную поверхность. Так, это у нас Боларс. Боларс тоже также подвержен деформации. С помощью ножика мы нарисовали небольшой борозды. Данная штукатурка уже капитально высохла и также готова к использованию. Единственный момент, разница между данной и данной штукатуркой, то, что эту штукатурку мы можем наносить на слой от 2 мм. Устанавливать на данную штукатурку майки неудобно, так как в ней есть вот такие вот небольшие гранулы, которые мешают, такие вот камушки, которые мешают более тонкими слоями использовать ее в работе. В данной штукатурке фирмы Бергалф таких вот камушков и больших частиц материала нету, поэтому ее мы можем использовать для установки маяков. В принципе, обе штукатурки пригодны для работы, просто данная штукатурка Боларс, она более быстрее схватывается, высыхает, и тем самым использовать ее при работе можно гораздо быстрее. Но Бергалф нам, соответственно, нужно какое-то время для того, чтобы она высохла. Поэтому обе штукатурки пригодны для использования. Вот такая, в общем, разница между двумя штукатурками Боларса и Бергалф. Обе пригодны к использованию, но есть свои нюансы у каждой штукатурки. Поэтому для работы можно брать, в принципе, обе. На Бергалф устанавливать маяки и штукатурить слоя, где начинается от нуля на Боларс. Тоже можно брать на более мощные слоя, там, где больше трех сантиметров. Она высыхает хорошо, жестко и довольно-таки прочно держится на основании. По поводу штукатурок больше нет никакой информации, поэтому работаем дальше. Кстати, друзья, один небольшой момент, который мы обнаружили здесь спустя какое-то время. Ну, в принципе, мы, как пришли сюда, начали пользоваться водой, и никто до сего момента не обращал внимания на счетчики. Мы посмотрели на них. И показания на этих счетчиках нас очень удивило. Обратите внимание, у нас впереди одни девятки. Здесь девятки, а это значит то, что мы не потратили столько кубов. Нет. Это говорит о том, что счетчик установлен неправильно. Смотрите, обратите внимание, направление стрелки вверх. Здесь и здесь. Счетчик опломбирован. Как можно опломбировать счетчик, когда он установлен неправильно? На что смотрели вот эти вот опломбировщики, мастера, там, не знаю кто. Кто это делает? Когда счетчик установлен неправильно, соответственно, и показания у него передаются неправильно. Все девятки это не так. Ладно бы тут. Мы посмотрели, увидели. Хорошо. Ничего страшного. Мы пришли сюда, думали здесь картина иначе. Тоже счетчики опломбированы. И стрелки тут тоже смотрят наверх. Все счетчики в этой квартире установлены неправильно. Как так можно было сделать, я не понимаю. Ну, мастер же видит, что направление стрелочки идет в другую сторону. Почему он ставит его так? Так, вот эта вот халатность и приводит к тому, что нам приходится после этих вот мастеров, которые здесь устанавливали счетчики, которые делали любые работы, переделывать. Я не знаю, может у других такая же проблема, но вот у нас вот как-то так вот. В общем, надо переделывать. Иначе одни девятки. Итак, начинаем нашу работу по определению трассы. Вот черная отметка, это мы здесь уже определили, тогда, когда у нас вот здесь был демонтаж. Вот, получается в этом месте у нас температура 27-28 градусов. Вот здесь, в другом 24, то есть здесь у нас нет труб. Будем определять, если у нас температура приблизительно 27-28 градусов, значит там у нас есть труба. Красная точка говорит о том, что у нас есть отметка именно здесь. Ну-ка, сдвинемся сюда. Хоп, температура прошла. Здесь температура вернулась. Сюда опять меньше. И вот, получается, по этой траектории у нас и проходит сейчас труба отопления. Здесь что-то поменялось. Так, здесь холоднее пошло. Здесь вот стало теплее. Ну, в общем, вот таким вот образом нам нужно определить вообще движение этой трубы. Было бы, конечно, тепловизор, было бы гораздо проще, но у нас его нет. Поэтому определяем методом тыка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, сейчас мы изучаем проект. Вот у нас тут какие перегородки должны быть. Здесь вот две перегородки. Здесь вот эта стена, которой не было. Сейчас она будет из гипсокартона. Ну, и тут, соответственно, тоже перегородки. Вот. Сделал разметку трассы, где у нас проходит. Там, где у нас возможно пересечение трассы и профилей гипсокартона. И вот здесь вот у нас будет тоже гипсокартонная перегородка. Но здесь у нас трасс никаких нет. Поэтому здесь я ничего не рисовал. Поэтому вот такие вот проекты, там, где детально обрисовано все расположения, все размеры, от которых мы будем ориентироваться. Тут, конечно, все идеально. Вся геометрия соблюдена. Размеры везде 90 градусов в углах. Ну, в реале, возможно, такого не быть. Поэтому ориентируемся. Сейчас нам нужно взять исходную точку. Это у нас будет вот эта вот стена, где у нас ванна, туалет, санузлы. В общем, потому что по коридору у нас везде будет укладываться керамогранит. Вот здесь. И, соответственно, здесь коридор у нас тоже должен быть 90 градусов. Но, как мы сейчас смотрели в туалете, вот эта стена, коридор не есть 90 градусов. Поэтому коридор на стену придется, походу, тоже у нас штукатурить. Так, ну, в общем, приступим. Мы начнем вот с этих двух пеногородок. Возведем сначала их. Будем ориентироваться, как я уже сказал, относительно вот этих санузлов. Чтобы у нас все везде был уровень, угол 90 градусов. Ну что ж, продолжаем работу. Установили перегородку из гипсокартона, профиля. Профиль 50 на 50 и пристеночный 50 на 40. Вот в этих местах я делаю усиление профилей. Два профиля 50 на 50 я сшиваю вместе. Вот таким вот образом. Для того, чтобы конструкция была еще более жесткой. Далее мы будем зашивать одну сторону. Здесь будет у нас двойное зашивание. То есть с двух сторон по два листа гипсокартона толщиной. Остальные все... Спасибо. В общем, остальные все перегородки у нас будут однослойные. То есть с одной стороны один слой гипсокартона. Субтитры подогнал «Симон»! Так, хотел бы обратить внимание на монтаж каркаса под гипсокартон. Смотрите, видите, у нас здесь нет ни одного самореза, который бы торчал. Потому что гипсокартон это как принцесса на горошине. Она не любит, когда под них что-то есть. Если у нас будет какая-то шишка, либо бугорок, гипсокартон просто может в этом месте сломаться, либо быть бугром. Каркас нужно делать так, чтобы зашивая гипсокартон, не было больше никаких холмиков, неровностей. Потому что если это будет так, то потом будет малярка. Маляры уже будут накладывать следующие слои для того, чтобы скрыть все эти неровности. Если неровностей нет, то, соответственно, и работы будет меньше. Я часто замечаю, как работают другие мастера, просто шлепывают гипсокартон, не парясь над тем, что он у них кривой. Потому что у них есть такой лозунг, типа «После нас идут маляры, которые выровнят наш гипсокартон». Так зачем тогда делать гипсокартон, если его потом нужно выравнивать? Вот на одном объекте маляры, которые делают потолки, там тоже сделали потолки из гипсокартона, и они их штукатурят, накладывают слой за слоем. Гипсокартон вообще не любит на то, чтобы на него что-то накладывали. Даже после того, как вы накладываете штукатурку, штукатурка сырая, и вот эта вода впитывается в гипсокартон. Потом происходит, соответственно, расслоение, взбухание, и гипсокартон может упасть, тем более с потолка. Многие делают слабый каркас на потолок, потом делают девятку гипсокартон, и гипсокартон провисает. Это не есть хорошо, поэтому рекомендую всем делать на потолок даже 12,5, и желательно влагостойки, для того, чтобы была прочная конструкция. И каркас тоже должен быть прочный. А мы вот на данном объекте делаем каркас, лучший каркас, не делаем мы никаких дополнительных соединений, все у нас собирается с помощью просекателей, и потом уже все это, конструкция становится жесткой, после того, как зашиваем мы это все гипсокартон. И, естественно, все это мы будем шумоизолировать, кое-где нужно, где под телевизором мы сделаем население. И все, потом малярка. Маляры будут работать уже без проблем, без всяких там штукатурок, просто с помощью шпаклевки выровнят стены, поклеят обои, и все будет классно. Пока все. Думаю, всем понятно, если не понятно, спрашивайте. Пока что, давайте, пока.